Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! У меня есть все основания поблагодарить и поздравить и генерального конструктора, и всех директоров завода, и весь коллектив, который работал над тем, чтобы добиться того этапа работы по созданию нового транспортного самолёта России, который создан. И мы были свидетелями сегодня завершающего, по сути дела, этапа работы над ним. И все вы знаете, что Ульяновский завод, авиационное предприятие, одно было из новейших в советское время, в конце, только в 80-х, в начале 90-х оно было закончено и сразу благополучно остановилось. Вот Виктор Владимирович вспоминал и губернатор здесь наладить выпуск каких-то автобусов, ещё чего-то. И работало здесь уже в 2003 году полторы тысячи человек, которые, собственно говоря, занимались в основном охраной площадей и промышленных объектов. В 2005-м мы начали предмет этим заниматься, наверное, и тогда встал вопрос о том, чтобы создавать здесь новую машину транспортную российскую. На базе Ил-76 вели долгий переговор с нашими друзьями и партнёрами в Узбекистане. На Ташкентском заводе в советское время производилась финальная сборка этой машины, но договориться не смогли, к сожалению, по соображениям экономического порядка. Ну и приняли окончательное решение разворачивать производство на базе Ульяновского завода. С 2006 года фактически эта работа началась в практическом плане. Нам потребовалось шесть лет для того, чтобы поднять новую машину в воздух. Я ещё раз вас с этим сердечно поздравляю всех, причём и ветеранов предприятия, здесь уже и такие есть, и молодых специалистов, которые пришли на предприятия в последние годы. То, что мы сегодня видели, свидетелями события, которыми мы сегодня стали, это не просто подъём воздуха вновь возрождённой машиной Ил-76, это, по сути, новая машина абсолютно, более чем на 70%, она обновлена. Получился принципиально новый самолёт с качественно более высокими характеристиками и по надёжности, и по дальности, и по экономичности, и по грузоподъёмности. На 20 тонн увеличилась грузоподъёмность. Особо отмечу, что Ил-476 по-настоящему востребованный самолёт. Мы ещё лет шесть назад вели переговоры с нашими партнёрами в некоторых азиатских странах, в том числе в Китайской республике. Они были готовы купить, по-моему, 30, 50, 38, до 50 самолётов. Я уверен, что эта машина будет востребована и у нас в стране, и у наших возможных партнёров за рубежом. Будет сформирован солидный пакет заказов, и именно поэтому мы сегодня пригласили сюда не только членов правительства, не только производителей техники, но и всех потенциальных заказчиков. Уверен, что, как я уже сказал, интерес будет проявлен и к этой машине со стороны наших иностранных партнёров. Но, конечно, ключевыми потребителями будут наши вооружённые силы, государственные ведомства, отечественные авиационные предприятия. Уже сегодня мы договорились о том, что уже сегодня, сейчас должно состояться подписание контракта на закупку 39 самолётов Министерством обороны Российской Федерации на общую сумму почти 140 миллиардов рублей. Хочу отметить, что это самый крупный заказ в российском авиапроме за всю его продолжительную историю. Это первый практически новый самолёт, который российский авиапром произвёл за последние 20 лет, за последние 21 год. Так что я вас ещё раз с этим поздравляю и попрошу подписать контракт, о котором я сейчас сказал. АПЛОДИСМЕНТЫ Антоний Дорожич показал хороший пример всем возможным нашим заказчикам. Надеюсь, что и присутствующие здесь коллеги последуют этому примеру. Я сейчас об этом ещё скажу. Впереди, конечно, предстоит большая и серьёзная работа по выполнению подписанного контракта, и он должен быть реализован, я на это рассчитываю, качественно и в срок. Поэтому особое внимание на решение всех вопросов, связанных с развертыванием серийного выпуска новой машины. Должны быть готовы и кадры, и производственные мощности для серии. Мы со своей стороны окажем необходимую помощь и Министерству финансов, и Министерству обороны будет дано поручение решить вопрос с предоставлением предприятию государственных гарантий под развертывание серийных поставок самолёта Ил-476. Конечно, базовый вопрос – это сквозная модернизация всего авиапрома, как гражданского, так и военного, подготовка специалистов, обновление испытательной и производственной инфраструктуры, развитие всей цепочки сопутствующих производств, элементные базы, перспективных материалов, включая композиты. Вот почему так важно, чтобы громадные средства, которые мы направляем на программу вооружения, на развитие оборонно-промышленного комплекса России принесли кумулятивный, системный эффект, позволили нам создать действительно глобальную и конкурентоспособную авиационную индустрию. А вы все хорошо знаете, как остра конкуренция в этом секторе экономики, я имею в виду мировой авиапром. Кстати говоря, вот таких машин, по сути, кроме нас и наших американских партнёров никто пока не выпускает. Европейцы готовятся произвести самолёт, фактически на базе, так нам кажется, на базе Ан-70. Но грузоподъёмности его на 20 тонн меньше. Но ещё не произвели, ещё производят только, собираются производить. А так, кроме России, Штатов пока никто и не производит. Но Россия должна иметь свой сильный авиапром в целом. Это требование и нашей безопасности, и технологического суверенитета. Я ещё раз повторю, при оснащении вооружённых сил, других государственных структур будем опираться именно на отечественного производителя. Летом этого года мы подробно обсуждали вопросы организации поставок новой боевой авиационной техники для армий и флота. Сегодня поговорим о формировании государственного заказа на авиационную технику гражданского и специального назначения. Она востребована как в Минобороны, так и в МЧС, в МВД, в ФСБ, в других ведомствах и министерствах. Речь идёт о транспортной, санитарной, пожарной авиации, о самолётах, которые применяются при реагировании на чрезвычайные ситуации, для транспортировки грузов, гуманитарной помощи раненых, больных. В настоящее время значительная часть имеющегося парка таких самолётов устарела и морально, и технически, физически. До 2018 года в общей сложности предстоит списать порядка 80 машин. Поэтому сейчас нужно чётко спланировать программу обновления авиапарка, причём на перспективу. Какие самолёты, какого класса и в каком количестве будут нужны в стране? Нам необходимо сформировать единый, я хочу это подчеркнуть, единый консолидированный государственный заказ на гражданские и транспортные самолёты отечественного производства. И это нужно именно в таком виде сделать, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что если такого заказа консолидировано не будет, предприятиям практически невозможно, экономика не позволит развернуть производство в полном объёме. Невозможно на серию будет перейти никогда. Им нужен заказ, уверенный, на несколько лет вперёд. Именно такой подход позволит обеспечить ритмичную и эффективную загрузку предприятий, даст им возможность планировать долгосрочные программы технологического развития и снижать издержки. Продолжение следует... Продолжение следует...